Андрей Левицкий Я сталкер Ропами мутантов Читает Олег Шубин Музыкальное оформление ЧАЭС Из аналитической записки главы Министерства аномальных ситуаций МАС Президенту Российской Федерации Особо важно Только лично Один экземпляр На данный момент известны минимум четыре так называемых зоны которые называют Тунгуска, Новая Земля, Везувий, Московская зона Однако невозможно говорить со стопроцентной вероятностью про отсутствие других зон на планете Некоторые, имея относительно небольшую площадь, могут быть скрыты в джунглях, в районах вечных льдов в других ненаселенных и труднопроходимых областях Интерес представляют сходность аномальной фауны и флоры на различных и, казалось бы, не связанных между собой локациях Но особое внимание приковывает к себе так называемая Зона Мохова по имени впервые наткнувшегося на нее егеря Ивана Мохова накрытая колпаком неизвестного науке искажения, полностью отрезанная от нас область Часть первая Голова первая Когда вертолет заложил крутой вираж Зона открылась взгляду во всей своей мрачной и величественной красе Я сидел посередине и видно мне было не очень Нашли куда посадить крутого знаменитого репортера умники Слева от меня находился десантник по имени Костя А справа белобрысый здоровяк которого почему-то называли пригоршней Он был в ковбойской шляпе перехваченной ремешком у подбородка сделанной не из кожи а из темного брезента Головной убор явно не по уставу На обоих камуфляжные комбезы и разгрузки А на мне джинсы, рубашка, докожанная куртка Пилот заметно нервничал Хотя мне говорили, что он спец и летал над зоной много раз Впрочем, тут летай, не летай но если попадем под всплеск один из тех, что начали происходить в последнее время то карантином вместе с машиной Прокача винтами вертушка двигалась невысоко над кронами деревьев Когда она снова круто накренилась я плечом навалился на Костю и он пихнул меня локтем в бок Отвали! Пригоршня покосился на нас Этих двоих мне выделило для охраны армейское командование периметра окружающего эту зону длинной глухой стеной Военки на ножах с Министерством аномальных ситуаций которые заправляют в зоне всем МАС их сильно подвинуло почти полностью отстранив от трафика артефактов которые добывают в зоне А кому понравится, когда посторонняя рука залезла в твой карман хорошенько пошарила там и вытащила все деньги Теперь у военных и МАС чуть ли не война но скрытая, незаметная Поменяемся местами предложил я Костя вспомнив, что надо изображать репортерское рвение Все-таки я и правда известный экстремальный репортер а что в зону прибыл совсем за другим так про это никто не знает кроме меня, конечно Хочу снять панораму Девок на шоссе энтузиастов будешь снимать отрезал он Сиди и не отсвечивай Я тоже испытываю к вам чувство глубокого уважения Константин хмыкнул я Да ладно, Костян добродушно пробосил пригоршня Пусть поглядит мужик Хуже тебя от этого будет, что ли? Он пересел на мое место Я на его И сразу приник к иллюминатору Вертушка летела над редколесьем вдоль насыпи с асфальтовой дорогой За нею виднелись развалины а впереди между холмами было обширное поле Москва осталась за спиной Ее не видно И это радует Надоело мне бывшей столице по самой и не могу Теперешняя ситуация когда власти переехали в Питер а вся северная Москва превратилась в предбанник зоны город не улучшила Стал он от этого только опаснее Вообще зон на планете теперь множество К химкам приближаемся Эй, репортер Волос пригоршня в наушниках звучал добродушно Так ты, стало быть, телевизионщик? Я ответил, не оборачиваясь направив объектив камеры в иллюминатор Нет, журналисты Журналист он? И что пишешь? Журналист Статьи про экзотичные страны про экстремальные виды спорта и аномальные места Но сейчас решил сделать еще и видеорепортаж Про бермудские треугольники сказочки сочиняешь презрительно бросил Костя Нет, про него не писал Он не слушал А теперь, значит, решил про зону этот пасквиль накатать Прилетел, как в зоопарк и фоткаешь вроде мы зверей в клетках И по того согласился я А ну, изобрази обезьяну, Костя Хотя нет, не надо И так для репортажа годишься Что? Взъярился он И тут, широченной, как совковая лопата рука Пригоршни опустилась на его плечо и припечатала зад приподнимающегося десантника обратно к сидению Ты задолбал, Костян признался Пригоршни Вроде и по-прежнему добродушно но уже и грозно Чего ты его достаешь всю дорогу? Сиди и не отсвечивай Я незаметно ухмыльнулся искоса наблюдая за ним Месть сладка даже если она чужими руками сделана Костя заметно стух и, спихнув руку, Пригоршни отвернулся Вообще, он прицепился ко мне с того самого момента когда в военном лагере на периметре этим двоим приказали охранять меня и донимал подколками Мне, впрочем, на язвительного десантника с его изящным чувством юмора было глубоко наплевать У меня в зоне свой интерес свое дело Я не отвлекался на ерунду Разобравшись с Костей Пригоршни вновь развернулся ко мне и показал на шрам, украшающий мой лоб справа и рассекающий на попалом бровь А эту тебя откуда? Журналюга В Афганистане получилось В Афгане было Снова влез в диалог Костя По тону его было понятно что он не верит примерно как Хасид Шахиду Делал репортаж про наркомафию В горах их люди выследили меня Ну и навалились Врешь! Тебя там замочили на раз Репортерчик! Да, почти и замочили Пожал я плечами Ну вот отбился как-то С двумя пулями в боку и ножевым ранением головы Они переглянулись Костя на очередном вираже покрепче сжал лежащую на коленях грозу с подствольником А в зоне капец бы тебе пришел Если бы бандюки местные навалились Не отбился бы Или в аномалию попал бы И суши брюки Аномалиями здесь называли локальные образования появившиеся после возникновения первых зон Словно мины Аномалии разбросаны по всем этим неласковым землям Бывают они психические и физические Стабильные и ползучие Для людей большинство смертельны Научного объяснения тому, как они появились до сих пор нет Ученые только руками разводят А военные не будь дураками во все исследуют их в своих лабораториях Ничего не ответив Косте я снова нацелился камерой в иллюминатор Типа снимал Под нами было поле где выселись горы мусора и груда ржавого металла Между ними тянулась колючка на бетонных столбах Дальше оржавела толстая труба на сваях Я подался к иллюминатору разглядев, что впереди по растрескавшейся асфальтовой дороге идут четверо людей в потрепанной одежде Один вдруг оглянулся на вертушку что-то сказал другим и они бросились в разные стороны Крысы! скривился Костя уставившись в иллюминатор сталкерской отроди Сталкеры? Вы так называете людей которые ходят в глубину зоны? Я слышал разные слова бродяги, охотники даже проводники а, и ловчие еще Костя презрительно молчал и вместо него ответил пригоршник Да у них вообще путано Короче, записывай журналист потом от гонорара мне отстегнешь Сталкерами называют больше тех кто постоянно живет в зоне Бывалых типа самых крутых Охотники это те, кто конкретно промышляют мутантами Охотник может быть как из-за периметра так и постоянно обитать в зоне то есть одновременно быть и сталкером Проводники хорошо знают зону и нанимаются чтобы каких-то людей ну вот типа тебя или экспедицией через эти места водить Сталкер может быть профи-проводником а может и не быть Охотник тот редко проводником бывает разные эти как их амплуа ну а ловчие их считай в зоне и нету потому что ловчие это парни которые снаружи за периметром ловят вырвавшихся наружу мутантов вот такой у нас тут расклад журналюга вы их не любите судя по твоему ласковому лицу я кивнул на Костю так кто же их любит осчитался он нормальные пацаны я к ним с пониманием отношусь хмыкнул Пригоршина поправляя свою неуставную шляпу даже думаю иногда а вот если бы я сталкером был а не десантником добывал бы артефакты из-за Пригоршина долларов ну и что б ты делал разозлился Костя на Пригоршину по лагерям бы жил по землянкам вонючим спал ну а что такого зато дисциплины нет как у нас не надо всяких козлов слушаться эх ладно забудьте эй репортер что ты еще не знаешь что тебе рассказать да что он вообще знает Костя снова разбушевался они сидят в своих городах про наши дела только по телеку видят то что им хмыри вроде этого рассказывают знал бы десантник какова истинная цель моей поездки сюда какой информацией я владею каким страшным путем она мне досталась знал бы что я на самом деле собираюсь сделать не разговаривал бы сейчас со мной а побыстрее сдал бы обратно своему командованию для выяснения всех подробностей Андрей окликнул Пригоршина как тебя Андрей Нечаев да слушай а ты не родить сейчас Глебу Нечаеву служил у нас такой помнишь Костян Костя покачав головой отвернулся но Пригоршина не отставала ну Нечаем его называли неужто забыл громкое ж было дело пару лет назад пошел Нечаев в зону с бригадой зачистить от нелицензированных охотников окрестностей Старбеева и пропал а потом говорили объявился уже в Питере да особняк у него свой да жена красава да тачка крутая командование хотело его за дезертирство прижать но не смогло какая-то крыша у Нечая хорошая появилась отмазали его да ты журналист не знаю никакого Нечая отрезал я уставившись в улюминатор в этот момент я не видел ни его ни ландшафт снаружи вместо них перед глазами было тело посреди темной гостинии еще одно в ванной кровь на полу брызги на стене и мебели три быстрых силуэта над вершинами двух холмов к которым мы летели возникли тусклые вспышки и молчащий всю дорогу пилот спросил это что пальба там какого хрена происходит охотники сцепились пояснил Пригоршник у них часто разборки не обращай внимания как это не обращай а если нас собьют да никто нас не тронет во-первых откуда у них гранатометы во-вторых знают же если на армейских напасть мы такую зачистку в районе устроим ну вообще я слышал сейчас большая склока между военсталами и анархистами может они шалят короче холмы облетаем и назад решил пилот тут хоть и третий пояс я все равно не хочу рисковать эта зона была условно разделена на три пояса и третий со стороны Москвы длящийся от периметра примерно до Дмитрова самый безопасный это конечно не значит что здесь можно гулять в припрыжку и собирать лютики на лужайках но шанс отдать зоне душу тут немного меньше к тому же всплески то есть возникшие в последнее время непонятные энергетические возмущения неизвестной природы в третьем поясе слабее и могут даже не вырубить электронику только потому над этими местами и летаем вертушка почти миновала долину когда из кустов внизу вынырнул мутант похожий на гигантского одноглазого богомола верлиока удивился Костя как сюда забрел они же дальше живут на болотах я тоже удивился насколько знал эти холоднокровные мутанты-насекомые размером с теленка предпочитают держаться стаями так что делает тут одиночка или где по кустам прячутся его сородичи нет они слишком крупные для этого вон разве что в той роще могут укрыться весить верлиока может до тонны но сейчас мы видели детеныша вряд ли он тяжелее пары сотен кило выскочив из кустов юный верлиока бросился прочь то есть прямо вперед по нашему курсу решил наверное что эта огромная шумная штука в небе преследует именно его Костя заерзл подняв грозу завалить бы козла панцирного наши ученые или барыги за периметром всегда их лапы покупают или что там у них Петр а ну опустись ниже такого приказа не было отрезал пилот хмуро верлиока бежал к низине между холмами вертолет быстро нагонял его да ладно опустись тебе говорят оседал Костя но пилот не сдавался приказ был покружить над окраиной устраивать для вас охоту я не собираюсь тем временем верлиока нырнул в низину после этого впереди будто прорвался огромный нарыв столб огня ударил из земли швырнув мутанта вверх он пронзительно завизжал звук проник даже в кабину аномалия заорал Костя это жарко тот же миг грузное тело с большой силой подброшенное в воздух врезалось в нас снизу машина выдержала бы подобный удар но он пришелся неудачно в самый край кабины тушь верлеки проскользнула вдоль нее оставив на фонаре красно-черный развод врезалась в несущий винт даже сквозь наушники донеслись треск и хруст вертушка затряслась нос задрался и сразу резко ушел вниз меня едва не выбросило из кресла закричал пилот Костя с руганью повалился на пол и тут же вертолет завалился на бок стремительно замелькали холмы роща небо снова холмы я увидел дерево совсем близко вертушка неслась к нему а оно тянуло навстречу кривые голые сучья будто черные щупальца Лев при горшне в наушниках оглушил инстинктивно я сжался нагнув голову обхватил ее руками согнулся в три погибели а потом возникло ощущение будто я внутри футбольного мяча какой-то великан у которого ножище размером с подъемный кран широко размахнувшись со всей силы засандалил мяч через все поле прямо в чужие ворота Субтитры создавал DimaTorzok